просто космос друзья вы посмотрите в какой я попал космос тишина туман очень сильный пока ехали дорога несколько раз попадали в такой плотный туман что ничего не было видно видели двух лосей но к сожалению заснять не было возможности и вроде бы надо доставать снасть располагаться просто хочется посидеть и просто насладиться вот этим прекрасным моментом начало лета все проснулось уже скворцы и вороны вывели птенцов это не передать словами вы посмотрите космос вода просто сливается с горизонтом полно мелкой рыбы которая активна и хотел бы вам предложить еще посмотреть на это великолепие но мне надо собираться воду рыбачить поехали есть друзья первые поклевки так как у меня две удочки посмотрите красота какая боже мой у меня две удочки я решил не кормить то есть сразу глубину промерил дистанцию вымерил забил кормушечку сразу кормом крупный лещовый с кукурузой поводочек насадил есть первая поклевка есть предположение что рыба уже сидит давайте посмотрим да ребята сидит и по моему неплохая чувствуется что пришло лето рыба активные малька много по поверхности и хищник гонял сегодня вот с утра давайте знакомиться ребята это достойная плотва на кукурузу отлично в общем то это целевая рыба которую я и хотел половить подлещик если честно мне надоел на прошлой рыбалке тот кто не видел прошлую рыбалку смотрите вот здесь будет подсказка овнеровский крючок большой восьмерка очень плотно засел надеюсь видно продолжаю ловить смотрите друзья что происходит с хвостом капуше меня конечно назвать нельзя но все-таки 2 улочку тоже надо было налаживать собрал с точку начал кормить там мотыликов пока просеешь давайте покажу это более чем достоинно смотрите какая красотка кукурузка с подсадкой двух опарышей красного и белого за нижнюю губу нравится и я думаю подлещик это подлещик смотрите за нижнюю губу активно он извергает из себя прикормку стоит на точке отлично отлично но это проверим кто у нас здесь а он сидит 90 поводок длина 90 012 12 миллиметров большой овнеровский крючок восьмерка ну и принял решение что на дальней дистанции я сегодня дубиню перезабрался примерно раз в 5-10 минут посмотрим кто-то идет и подлетчик малыш проглотил сейчас опущу сразу его друзья приветствую ждал надеялся верил удалось я на рыбалке великолепная суходольская уже рассвело время подходит к 7 часам мы рыбачим уже поймали я во всяком случае поймал несколько рыбок тактика сегодня как обычно друзья одна удочка я все пытаюсь половить целевую рыбу на ближайшей дистанции плотва спортивном режиме забросил подтянул а вторая удочка на дальнюю дистанцию и на кукурузу чтобы вы думали пока работает только кукуруза пожалуйста вот мой стол все как обычно прикормочка плотвина и плотва крупная плотва что-то еще из конопляного экстракта опарики красивая а вот здесь в центре стола в общем-то виновница торжества кукуруза сладкая есть и мотыль кормовой и такой насадочной но не даю я пока не животину не насаживаю мотыля пытаюсь понять все таки что больше нравится плотве пока тихо на целевую прикормку на плотвиную рыба не откликается дальние дистанции где замешана прикормка лещ плотвица поймана приличная и приличный подлещ один одного мелкого я отпустил значит в принципе стандартное оснащение у меня сегодня мой стол единственное из изменений у меня новые кормушки вот такая красота взял сегодня погонять сейчас покажу вам коротенький ролик как я их получал как они выглядят поехали и так друзья раз именно моей кухне не обращайте внимание внизу меня кушает хозяин час он поезд мяукнет конечно же речь не об этом цель кормушки давайте смотреть я их еще не распечатывал посылочка только получил снял упаковку почты россии и будем смотреть сразу хочу сказать огромное спасибо сергею скоробогатову это руководитель студии который или мастерской наверное который изготавливает эти кормушки очень быстро где-то на второй день после того как я перечислил оплату мне пришло уведомление о том что мои кормушки едут на почту россии визиточка давайте я покажу я сама я не читал но собственно теперь великолепие и так друзья давайте посмотрим поближе несколько вариаций размеры веса собственно сами сетки закрытые полу закрытая открытая буквально покажу пару штук но мне есть с чем сравнивать я намеренно не буду показывать вам продукцию известных брендов которые стоят там в районе 100 рублей и более то есть хочу сказать что здесь качество исполнения на высоте начиная с того что смотрите какой пластик крепкий возьму другую абсолютно живой я уверен что с ним ничего не будет груз не просто вставлен он смотрите сейчас может быть получше быть или на конкурер по им туда если посмотреть краем вот здесь видны видна в пайка видно что сам груз свинец уходит в тело в пластиковое тело кормушки значит веса отображаются опять же на ребре то есть пятидесятка вот тогда прекрасные сетки здесь у нас либо леска либо флюрокарбон прекрасная опрессовка то есть я уверен что с ними ничего не случится тем более веса здесь в основном максимальная веса 70 грамм заказаны сто процентов это леска выдержит даже и более тяжелый вес то есть открытые полу закрытая зависимости от того кого будем ловить плотвичку либо подлещика я заказал смотрите какой для подачи живой насадки и вес у нее 30 . то есть слишком тяжелый я не брал потому что максимальная дистанция на которой я ловлю это вот 80 метров на 80 метров я вполне спокойно кидаю эту правда немножечко другую кормушку сетку в принципе 50 граммов к летит великолепно хозяин поел передать всем привет единственно конечно вот сейчас что увидел кольцо видите груз немножечко мнется но я не думаю что это минус такая просто особенность но мы здесь миниатюрная на 30 граммовая опять же смотрите что еще приобрел никогда не было таких огромных то есть но в этот раз взял 90 граммовые теперь у меня в комплекте есть 90 а так у меня минимальный вес шестидесятка вот я взял шестидесятку и 90 граммовки то есть по несколько штук вот собственно видите даже какие есть малышечки в зависимости от того какая задача максимальное кормление или просто поддерживать рыбу на точке то есть вот я взял шестидесятку для дальнего заброса с крыльями такой не пользовался подобными вернее использовала я три кита но груз не в центральной части расположен расположен вот здесь вдоль тела кормушки летит в принципе нормально вот другие сейчас выставлю покажу вам еще эту батарею как она выглядит могу сказать одно что мне нравится то есть как они себя покажут на воде мы увидим сейчас вот такая красота друзья я выставил вам основное то что мы заказали заказали мы вместе с женей на двоих же не набросал свой список я набросал свой отправили сергею перечислили оплату немножечко я переживал конечно но по факту я не разочарован повторю что в течение двух дней после оплаты сергей поставил меня в известность что заказ готов я написал свой полный адрес все и на следующий день по сути три дня где-то после оплаты и кормухи уехали в общей сложности у нас в этой коробке вот здесь вес 2 килограмма 180 грамм то есть я уверен что мне вот этих кормух хватит не на один сезон кроме кормух опять же повторюсь огромный выбор маркер нагрузил но я взял только тяжелые шестидесятки и 90 ссылку на группу сергея в контакте я оставлю в описании заходите добавляйтесь задавайте вопрос сергей отвечает отвечать достаточно оперативно грамотно мне понравилось все то есть я могу порекомендовать сергея давайте будем помогать друг другу тем более хорошим людям в этой непростой жизни всегда нужно помогать ну все друзья вы отправляетесь на водоем в будущее а я остаюсь на месте вот этим великолепием которые сейчас буду изучать соответственно буду делить где моем где женина женя не переживай буду делить естественно честно тебе опять тебе снова тебе как в известном филе опять тебе поделю все будет здорово подписывайтесь на сергея рекомендую все вернулись на водоем прекрасные кормушки друзья работают планировал сегодня работать тридцатками но пока ловлю пятидесятками хочу посмотреть как всплывают как летят летят отлично всплывают великолепно сергею большое спасибо ну и как договаривались жду кормушки для течения только посмотрите друзья какая красота какие джунгли уже не сегодня сидит немножечко другом месте от меня ушел он он ушел левее по весне я как-то проходил здесь и показывал вам что здесь обычно обитают аборигены вот пожалуйста первые признаки мангалы шалашики а вот и жене жене а специально для сергея я пришел снять твою реакцию смотрите он уже садок здесь разбрасывает бросай все держи давай трясущимися трясущимися руками бери подарок от сергея скорбогатого давай ждал сейчас секунду ждал как бога давай открывай серёж спасибо да ну что сегодня перекидаешь 3 килограмма этими кормухами легко легко просто просто легко ну как показывай палец зашло в огонь все друзья не будем отвлекать женю пусть готовится прекрасной ловли я уверен сегодня так и будет я пошел собирать снасти с вами светскую беседу поклевочка очередная на плотвиную прикормочку при опарика кто это я думаю что это подвесчик вот такой друзья что что я наверно пока их буду складывать в садок у таких которых не стыдно показать в итоге в конце дня я их всех отпущу я думаю что это будет правильно и интересно мы с вами сможем оценить общий улов сделать какие-то вы договорились да вы можете сказать алексей ну что ты опять болтаешь но друзья с другой стороны о чем еще разговаривать на рыбалке если не о природе не так часто мне удается вырваться порыбачить поэтому я просто в восторге в экстазе от того что меня окружает есть какие-то потычки на одну и на другую водочку надо проверять конечно видите на водной поверхности кучу пыльцы это вот последствия вчерашнего сильнейшего ливня и ветра я еще шучу теперь что пчелы остались без работы так сейчас я перенесу камеру в сторону и мы с вами посмотрим если какая-то рыбка у нас и исходя из этого будем думать что делать с поводками я думаю что это не крупный подлещик опять же поводок длинный рыба засеклась спокойно стоит на кормится дальше вполне товарный размер рыбы как много мусора несет сегодня последствия ливня что уже сегодня только не проплывала и ветки и трава ну и конечно пожалуйста пыльца пыльцы много шнур ложится очень медленно тонет есть поклевка комарики одолевает уже не люблю пользоваться репелентом и руки пахнут и сам потом пахнут и прикормка будет пахнут а густерочка обалдеть друзья густера она съела такую насадку огромная кукуруза два опарика хищник какие поклевки посмотрим кто здесь может быть даже что-то будет интересно сейчас попробую все чтобы было видно криво конечно друзья но оперативно выставить ноги у камеры не смогу поэтому чуть-чуть пока посмотрите под таким углом ну подлец наверное скорее всего на вон уже какой-то блинчик там идет подлец или густерк пиццаком я не пользуюсь сегодня не хочу хочу давать рыбе шанс захочет уйти уйдет здесь у меня кстати лесочка стоит 0 105 и вот и 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 поклевочка по поводочке убавлю то крючки перевяжу посмотрим кто-то вот порадовал меня своим приходом своей поклевкой не хочет сплывать отличный прекрасная рыбка не знаю грамм может быть 400 великолепно какой-то нам еще гостиниц идет с глубины привет какой-то редки друзья поклевки редки я в общем-то и нас не гонюсь количество мне хотелось бы качество и хотелось подобрать ключик и ручить к плотве подобрать ключик плотве но пока вот подлещик что-либо всему отбился чувствует себя великолепно и кушает кормушечка идет повернула чтобы вы видели и не буду я подсак собирать даже не уговаривайте не буду почему я не хочу просто хочу дать ей шанс рыба должен быть шансом смотрите вот она русско опарик как все здорово четко видно начало десятого и наступает время извращений все летит в корм и кукуруза и опарыш и мелкий кормовой мотыль все подряд буду пробовать на мотыля в течение наверное уже часа практически нет поклевок слабые тычки какие-то не знаю что же не ловит ли или не ловит на самом деле на самом деле я уже наловился если честно я просто реально наслаждаюсь местом временем погодой да всем всем просто рыбалка для меня уже не важно рыба поймана рыба приличная великолепная погода тишь благодать что может быть лучше друзья прекрасно проведенное время вот вот я к чему ладно буду извращаться но увидимся чуть позже а есть сейчас отодвину камеру будем смотреть кто это длинный поводок либо травка либо рыба все друзья ну я думаю есть смысл смотрите давайте сейчас мы с вами так вот по колхозному немножечко да но зато вы в курсе всего что пройдет и на дальничок похоже есть поклевки ай-яй-яй ну это хорошо начал заглатывать воду длинноват какая-то странная история вот эта вот дальняя удочка стояла и молчала ни по шевелению ничего а сейчас рыба сидит да идет рыба хорошо идет не трофей конечно но надо сказать все равно вам водок сделал 30 см чтобы фиксировать все поклёшки на эту удочку все равно умудряется попасть и стоять на прикормке кушать какая-то усиленно прикормкой с этой довольной улыбается пусть и прицелы посмотрите что делать какая красавица путешествует несмотря на свою скорость все равно идет к намеченной цели насколько прекрасна и многогранна природа наша красотка и и и и и и подманиваю рыб еще попрет так типу мотыликов одену вот только какой-то еще не очень обычно прям как будто только из водоема этот как будто уже повалялся ну ничего ничего все рыболовные магазины открыли теперь залежи мотыля не будет будут его выметать ух будет все время свежий упругий рубиновый ой я чего не могу попасть даже изуродовал только всех ну ладно век живи век учись ух все одел так давайте белого прохвоста еще посадим сюда какого-нибудь красный вот этого жирненького вот такая красота сейчас проверим как наши вкусы совпадают вкусы прекрасного моих и рыбьи огонь главное чайку не сбить вклипсочку хорошо далеко есть опустился есть сидит мотылик только забросил стал подтягивать шнур сразу же поклевка нижняя губа классика что я сейчас потеряю сознание надеюсь что и вы тоже потеряете сознание вы видите его видите как у нас меняется погода буквально только что показывала вам идеальную гладь штиль а вот и налетел ветерок ничего будем продолжать сейчас кукурузку посимпатичнее выберу зоопарк вот давайте сделаем давайте сделаем два красных один белый этого за мордочку вот чуть-чуть кукурузкой подперли куда положить вот так наверное такая красота вон запах мясо подаю только на дальнюю дистанцию сегодня свист короткий сделал поэтому закидываю гораздо легче чем в прошлую рыбалку вон наш ориентир поехали отлично в клипсы сносят 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 на 55 падает 60-граммовый грузик поэтому хорошая глубина единственно шнур сейчас будет порусить какое-то время но все как всегда друзья вторая удочка старого опарика сдергиваем сюда его разный корм здесь я напоминаю что благодаря данному корму надеялся наловить плотвы то есть это он здесь у меня но здесь шикарно добавлено мясо а я не хочу потому что ёрш стал подходить ёрш крупный конечно но мне он не нужен сегодня так вот хороший овнеровский крючок прям не устану его рекламировать шикарный тонкий хотя Женя мне привез флагмановский крючок тоже шикарный у меня навязаны поводки уже на овнере вот такая красота вот такая красота чуть-чуть прозевал по калевочку ого-го, друзья ого-го сука ой, пардонте встал в бровку ага сопротивление где рыба угу идет, идет, идет ага, во-во-во, давит, давит, давит ну, удочка отыгрывает как бы вы, дорогие мои, не ругали кайду но для меня она справляется со своими обязанностями вот он ну что хе-хе-хе-хе иди сюда, дружище ох как вы видите, чуть-чуть просто прихватился красавец уху пригрела зорока нас засуетились то есть и с в в и в в Пока жду морепогоды, займусь-ка я действительно нужным и важным делом. Отсея опарыша от опилок. Его бы еще помыть в идеале. Пованивает он отвратительно просто. Нет у меня сита. Нет сита и нет сумочки для сушки. Поэтому хотя бы просто просею. А там, может быть, подкину мы каких-нибудь вкусняк. Чтобы он начал пахнуть поприятнее. В принципе, на следующую рыбалку хватит. Я опарика не выкидываю, я его забираю домой. Ну, живого сейчас не храню. Потому что на рыбалку выезжаю не часто. К сожалению. Но я его мою и убираю в морозилку. Топлю, что называется. Потом беру на следующей рыбалке. И использую как мясо. Режу. Просеял. Отлично. Красиво выглядит. Главное теперь, чтобы не вспотел. Дома пересыпали чем-нибудь. И все будет норм. Да, сидит. Вон, я уже вижу его оттуда. Пируэты выписывает. На глиссере идет. Небольшой. Крючочек не особо далеко зашел. Для массовки пойдет в садок. А потом разберемся, кого куда. Эх ты. А вот тот-то сидит уже на второй улочке. А лесочка-то все провисла. Аквивер-то отыграл. Смотрите, что происходит. Люди-то добрые. А, Алексей. Покажи-ка нам мастер-класс с двух рук. Фидер по-македонски. Или нет? Или все? А, нет, сидит. Есть. Есть рыбка. Друзья, я думаю, это достойно жирного лайка. И хорошего. До любого комментария. Береговая зона зарастает кувшинками. Через недельку приедем. Придется раздеваться и лезть. Прочищать. О, густерина. Отлично. Ждал такую. Вот прям в засол. Кстати, кто досмотрел прошлое видео до конца, ну, я надеюсь, такие есть. Если таковых нет, то хочу рассказать, что... Прошлая моя рыбалка в Ходольском, когда я привез домой, по-моему, шесть густерин. Шесть. Две из них были... Ой. Две из них были селитерные. То есть такой процент очень пугающий. В принципе, я буду брать густерки. Перед засолкой, естественно, препарирую. Смотрю на наличие паразита. Надеюсь, его не будет. Вот она, поклевочка. О, требуется кино снимать. Что-то есть. Я уже одну удочку собрал. Не потому, что у меня там прикормка кончилась. У меня прикормки еще кулек целый. А просто... Да хватит уже, ребят. Я великолепно провожу время. Я просто чудесно, да даже великолепно отрыбачил. И продолжаю рыбачить. Да хватит мне этой рыбы, хватит. Да, кстати, ругайте, не ругайте. Но рыбу я сегодня заберу домой. Выберу тех, кто помельче и выпущу. А вот которые посерьезнее поедут домой. Есть заказ. Эх-то, как давит-то. Ух ты. Есть заказ. Поэтому, друзья, вы меня знаете. Когда мне рыба не нужна, я ее с удовольствием выпускаю. Но сейчас просили, я не могу отказать. Ну как? Нормальный. Не знаю, грамм сколько. Я вообще как бы не силен в граммах вешать рыбу. Грамм 200, наверное. Да? Что думаете? Сколько? Грамм 200-то будет? Может, поболее? Сижу, смотрю на паденок. Собираю вторую удочку. Да, это была поклевка. Давайте смотреть. Скорее всего, сидит. Их ты. Смотрите на удочку. Видите? Смотрите, улочка. О-о-о-о. Это не передать словами, друзья. Ох, как долго я этого ждал. Вы вот ждешь, ждешь, ждешь. Представляешь, как это будет на самом деле. А по факту, конечно же, не можешь представить. Потому что вот, казалось бы, да, просто там минимальное шевеление квивера. Подсекаешь и все. И чувствуешь, что на том конце лески, ну, прям приятно. Ох ты-ка, смотрите. Опа. Приятная тяжесть. Я не буду расслаблять фрикцион. Ага, 0,12 леска. Дадим все-таки рыбе шанс. Просто не буду форсировать события. У меня есть подсак. Но я не хочу его раскладывать. Смотрите, что. Ох, кайдочка. Кайдочка работает. Кто бы что ни говорил. Иди сюда, мой хороший. Сегодня, конечно, не твой день, но... Ничего не поделаешь. Вот он, красавец. А, нет, вон крючочек. Только хотел сказать, что буду обрывать. И на этом закончим рыбалку. Ну, такой я очень алчно, наверное, алчно-азартный человек. Все. Давайте я вам его покажу. Ну, не знаю, грамм, я думаю, наверное, 400. Ну, сколько в нем? Пишите в комментариях. У меня с глазомером всегда было плохо. Друзья, это наша с вами финальная золотая рыбка. Была последняя кормушка при кормке. Ох, все. Села голубров. Ну, такого я брать точно не собираюсь сегодня. Поэтому малыш уходит домой. Все. Ему повезло. Собираюсь я. Вот такой сегодня, друзья. Если можно его назвать, назвать скромным улов. Там, конечно, камень еще лежит приличный. Но, смотрите, сами минус камень. Вот это сегодня... Оп! Это сегодня самая крупная рыба. Не знаю, полкило, наверное. Ну, чтобы я вас не обманывал, пожалуйста, рыбок вьет. Рыба серьезная. Пойдет домой. В исключении мелочи. Мелочи я сейчас отберу и выпущу. А все остальные отправятся домой. Все, друзья, я выбрал по-настоящему крупных рыбок. А вот этих... Ну, тут явно больше десятка. Я отпущу. Ну, те, которые не отживеют, конечно же, я их заберу. Давайте. Давайте, 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 давайте. Давайте. Сейчас разойдутся. Давайте покажу вам, пока не села батарейка. Помашем им вслед рукой. Ну, отойдет. Вот этот, я думаю, тоже отойдет. А остальные разбежались. Все, вон они уходят. Прекрасная рыбалка, друзья. Просто прекрасная. Этим рыбкам все равно дам шанс. Вот, видите, оживает. Все. Уйдут. Я уверен в этом. Ну что, друзья, пойдемте посмотрим, что поймал Женя. А потом, все-таки я, не дожидаясь дома, покажу вам, что я забираю домой. Рыбку я отложил. Вот, сейчас все увидится. Женя, ну чего, показывай. Хвались. Ну вот. Сейчас я покажу плату. Давай, давай. Которую я в своей жизни еще не ловил. Хороший плату. А этот ясь. Это ясь. Ясь? Да, это ясь. Кричи. Ясь, рыба махнишь. А я тебе только сегодня говорил, что ясь в трилове нет, да? Да. Это язик, да? Друзья, ну это же ясь. Мы ничего не путаем. Да, это ясь, коричи. Красавчик вообще. Боза. Ну и как? Боролся? Да. Огонь вообще. Ну наколбасил, наколбасил. Молодец. Так. Ну, что? Ты тоже собираешься? Ну да, я же судак сушу. Тут у меня на пару забросов еще есть. А, ну давай, я тоже пойду собираться. Все, вперед. Все, друзья. Вот эта рыба, которая поедет сегодня со мной домой. Все, что всех подлецов, которые поменьше я выпустил, оставил только вот более-менее крупных. Я думаю, что вот это самый крупный. Ну сколько здесь? Грамм 400, может быть, 500. Ну и так и по убыванию. Чуть-чуть поменьше. В принципе, ну нормальный, скажем так. Пожили, грабих, не знаю. Грамм по 300. Все. Те, которые совсем были, на мой взгляд, мелкие. Ну вот мертвый. То, что умер. Его я, естественно, оставил. Две густеры. Густеры сегодня почему-то было очень мало. Очень странно. Хотел бы ее половить. И вот то, что меня действительно порадовало, это вот такая платва. Одна. Чуть-чуть поменьше. В общем-то, это вот то, что бы я хотел сегодня половить. Но видите, ключик не подобрал к платве. Лещ активен. Лещ ест все подряд. Поэтому вот при лове один лещ под лещ. На этом все. Возможно, вам понравилось. Всего доброго и удачи нам всем.